Павел Николаевич, на прошедшей неделе в чатах совхоза обсуждали уход с поста всенародно избранного главы Елены Ивановны Добренковой. Она неоднократно подчеркнула, что социальная поддержка жителей осуществляется в полном сотрудничестве с ЗАО «Совхоза» и при частичном финансировании «Совхоза». Как Вы скажете, несмотря на единогласное возражение против этого объединения и со стороны жителей, которое выражалось на публике службе, и со стороны Сельской Думы, все-таки областная дума приняла такое решение и объединение произошло. Как изменится жизнь в совхозе из-за принятых территориальных изменений? Ну, постепенно она изменится. Понятно, что когда глава у тебя находится на территории, когда у него есть свой бюджет, который вместе с Советом депутатов он распределяет на нужды населения, то это одно. Когда все властные полномочия переданы в городской округ, когда, ну, скажем так, глава уже не избирается, а поэтому не зависит от граждан, все-таки ситуация будет меняться. Второе, ну, мы всегда говорили, что мы находимся в симбиозе, потому что Елена Ивановна, это не просто лучшая глава, там, не только Московской области, но и Российской Федерации, это было признано, кстати, и мы же получали федеральные награды, не только областные, там, но и федеральные. И благодаря Елене Ивановне многое здесь улучшилось, а может быть, даже стало единственным экземпляром в России. Она говорит, и я до сих пор считаю, и всегда считал, что лучшей главы нам и не надо, тем более, что это подтверждено мнением жителей. Но кто-то принял решение, и это даже не городской округ, судя по всему, это кто-то выше на уровне губернатора или там кого-то из членов правительства, о том, что надо вот этот вот островок социального благополучия уничтожить. Поэтому взяли и поменяли, ну, опять же, это было, начиналось давно, помните, что все-таки Ленинский район стал городским округом, последним из всей Московской области. И это в том числе, благодаря позиции председателя совета, ну, нашей Натальи Михайловны Потапкиной, совета всего, Елены Ивановны Добренковой, которые практически, категорически против, были вот этого объединены. Ну, они слышали людей. Поэтому теперь, конечно, нам сложнее. Вот сегодня я имел беседу с работниками финансового управления городского округа, которые хотели, чтобы мы заплатили налоги, а мы говорим, слушайте, а вы знаете, сколько вы должны? Вот, например, налогов мы должны 7 миллионов, а вы должны 10. Он говорит, раньше такого не было, но теперь уже задолженности перед нами, муниципальных образований, они достаточно высоки. И это потому, что, ну, скажем так, вот этот переходный период произошел, хотя у городского округа достаточно много средств, они могут, если необходимо, в том числе заплатить нам деньги за ЖКХ, за аренду помещений, ну, и за многое другое, и тогда мы выплатим налоги. Есть другая вещь, есть понятие вроде как совместной ответственности. Вот смотрите, мы никогда не брали, ну, то есть мы брали деньги за аренду, например, 20 культур, только в размере средств, которые необходимы для оплаты охраны. Сейчас мы сказали, слушайте, ну, давайте так, мы вам дадим минимальную ставку аренды на уровне муниципальной, а это очень низкая ставка, только в том случае, если вы будете сохранять то самое, что делала Добренкова. Вот, то есть бесплатные кружки, нормальное финансирование центра культуры, которое у нас всегда было. Я напомню, мы, Елена Ивановна, вместе с депутатами финансировали культуру и спорт в разы больше, чем аналогичные показатели других сельских поселений и даже городских поселений Видной или Горки-Ленинск. Это было на порядок большая сумма, и поэтому мы так хорошо жили. Теперь мы не можем пока понять, как себя поведет городской округ. Мы сказали, что если вы будете сохранять ту тенденцию, соответственно, и аренда у вас будет минимальной. Если же вы начнете вводить платные услуги, то мы вынуждены будем сделать коммерческую ставку аренды. И это не шутки, это серьезное решение Совета Акционеров и руководства со входом. Второе. Мы, конечно, раньше всегда убирали улицы, чистили снег, тротуары и все это в нашем видении. Сейчас мы поставили вопрос перед городским округом о том, что, слушайте, ну если вы не хотите слушать нас, а мы ведь просили оставить Елену Ивановну Добренкову у нас здесь работать, то, соответственно, и мы должны понять, в каких условиях мы работаем. Возьмите тогда улицы все себе и начинайте платить нам деньги за чистку улицы, потому что мы же не обязаны, все-таки мы акционерное общество, и в наши обязанности не входят такие полномочия. И сейчас будет переговорный процесс. В пятницу мы отправили письма новому городскому, главе городского округа, ждем ответов, потому что мы готовы сотрудничать, но на тех условиях, чтобы не ухудшалась жизнь на нашей территории, потому что наши дети, дети наших сотрудников ходят в детские сады, в школы, ходят по этим улицам. Мы не против дальше проводить благоустройство, озеленять, и мы это делаем, видите, да. Но пока мы вот этой ответной реакции не видим. Мы видим другое, что каких-то людей назначают, которые, судя по всему, мало разбираются в муниципальном управлении, но зато активно пишут нам письма. Вот последние два письма, которые я получил вчера, нет, сегодня, сегодня, о том, что незаделанный ямочный ремонт не сделал, хотя он был вчерасделан. Ну, человек, видно, который писал это, он не видел, хотя ему даже на вот этом собрании, которое проходило, уже кто-то сказал, что все, ямки заделывают. Действительно, факт, что, к сожалению, у нас так получилось, что асфальтовыми работами занимаются преимущественно граждане армянской национальности. А они, к сожалению, в силу того, что закрыт был, так сказать, границы, не смогли вовремя приехать. Ну, и асфальтовые заводы из-за определенных ограничений не работали. Поэтому, ну, затянули процесс, который каждую весну у нас проходит. Сейчас вот они приехали, начали работать, первые работы сделали. Сегодня я встречался с их руководителем о том, что нужно уже глобально к этому подходить, то есть выдалбливать, асфальтировать уже, соответственно, как положено по нормативам. Ну, погонять нас не надо. А этот гражданин написал какое-то письмо о том, что вот давайте в 10-дневный срок сделайте. Да мы уже это сделали. То же самое касается, там, второе письмо было по поводу зеленых насаждений. Ну, уж мы-то точно знаем, как нужно содержать и поддерживать зеленые насаждения. Просто одновременно везде покосить траву невозможно. Или, там, пересадить тюльпаны на что-то другое. Поэтому мы это делаем. Другое дело, что никогда Елена Ивановна не писала нам таких писем. Мы всегда обходились телефонными звонками, разговорами, ну, распределением обязанностей и планами, которые совместно формировались. Сейчас как-то ситуация изменилась. Я смотрю, значит, ну, ничего. Как-то это связываете все-таки вот с этими рейдерскими атаками? Это звенья одной цепи или это все-таки совпадение какое-то? Я думаю, что это однозначно связано. Ну, по крайней мере, у меня такое впечатление, что это все не только звенья одной цепи, это просто прямые действия. Потому что, насколько я знаю, хотя у меня, может быть, не полная информация, вот этот смотрящий, который здесь у нас гражданин, он не знаком с нынешним главой. То есть никогда не был раньше знаком с главой городского округа. Его просто прислали. Тем более, что у меня был с господином Спасским разговор, с главой городского округа, который сказал, что тут будет отдельная территориальная единица, территориальный отдел. И тут будет свой начальник. И он на вопрос, будет ли это Добренкова, ответил уклончиво. То есть он как будто бы решал. И то, что произошло, когда вдруг появляется человек, а за его спиной стоит помощник Венцеля. А мы знаем, что бывший глава Ленинского района Венцель очень тесно связан с рейдерами. Ну, у них, скажем так, один хозяин был. Поэтому я понимаю, что это все звенья одной цепи. Вопрос же в другом. Я слышал от некоторых присутствующих на этом вчерашнем мероприятии под названием «Встреча граждан активных с новым начальником территориального управления». Кстати, мы никак не можем понять, почему он нашел время, чтобы поговорить с ними, но не нашел время, чтобы поговорить с градообразующим предприятием. Сосался на какой-то коронавирус. И вот там я интересные вещи услышал. Можно сказать, что многое мне не понравилось по одной простой причине. Человек, например, должен знать, что медицина – это не вопрос городского округа. Это вопрос, вообще-то, субъекта федерации. Всегда, в протяжении уже пяти лет. И поэтому городской округ никакого отношения к медицине не имеет. Он тоже должен знать, что у каждого предприятия есть определенный порядок финансовой трудности. Но мы сами, например, у нас нет ни асфальтировщиков, ни людей, специалистов в асфальтовом деле. Мы всегда кого-то нанимаем. Мы просто позвонить и узнать, когда эта работа будет выполнена. Тем более он должен хорошо ориентироваться на территории. Вместо того, чтобы писать письма, он просто начать конструктивно работать. Но то, что у него сейчас на сегодняшний день нет никаких полномочий, потому что так получилось, что все полномочия – это у Венинского городского округа. И вот чем его там наделят, мы пока еще не знаем. Пока он такой начальник, без денег, без людей. И вопросы, которые вообще он может решить, пока неизвестно какие. Мы же, с другой стороны, готовы к сотрудничеству. Мы же со всеми сотрудничаем. Другое дело, что надо начинать работу не с предъявления претензий, а с личных контактов, с поиском общих задач. Потому что эти два письма, которые вчера пришли, человек еще даже не познакомился, а уже пишет предписание, что он уже сделал. Мы не хуже его знаем, законы. И точно знаем. Например, если нам заплатила муниципальная власть деньги, которая нам должна, она должна везде, без исключения. И нам, и нашим 100% дочерним предприятиям, они не платят за коммуналку, они не платят за обслуживание. Они не платят за своих объектов и объектов, которые они сдали на обслуживание в управляющей компании. И они не платят за аренду, ничего. Даже коммунальные услуги. То он должен был хотя бы спросить, слушайте, чем вам помочь? Я бы ему сказал, вы хотите, чтобы мы потратили деньги на уборку, на консультировку, еще на что-то. Ну, хотя бы перечислите нам долги прошлых лет. Тогда было как-то понятно. А начинать с претензий, и это, по меньшей мере, странно. Но эта конфликтная ситуация, она как-то, по всей видимости, может отразиться на социальных годах, к которым привыкли жить? Никакого конфликта нет. Его не существует. Потому что консультовать можно с людьми, которые что-то делают. Пока они ничего не делают, да и не могут ничего делать. Претензии уже живут. Но претензии – это не конфликт. Ну, бывают неопытные люди, не понимая, какие у них полномочия, начинают уже с таким же успехом обратиться, почему мы, не знаю, не обрезаем сады. Но это не его вопрос. Вопрос же в другом. Поэтому, когда вот этот человек или там эта группа людей, которая пришла сюда, определит свои полномочия, и у них будет, ну, скажем так, что-то, что они могут предложить в качестве сотрудничества, тогда будем разговаривать. Но на людей это не отразится. Потому что мы не собираемся бросать поселок. Вы же видели. Все работы по благоустройству, озеленению ведутся. Улицы метутся, убраны. Мы продолжаем все без исключения. Мы даже тепло, воду и все остальное в арендованное и используемое помещение не отключаем, хотя совершенно спокойно, в общем, основании можем отключить от тепла и от всего остального. И мы выполняем свои функции, независимо от того, кто-то там сказал нам или не сказал. Продолжение следует...